Я тебя люблю, я тебя люблю, это всё, это больше, чем всё. Всем привет, друзья! У нас сегодня новый влог и новые видео. Я знаю, что вы любите смотреть на мой бардак, поэтому сейчас я вам покажу вот эту вот гору, гору моих всяких штучек. Это, наверное, самое любимое в моём ролике для вас, да, посмотреть, сколько у меня всего такого интересненького из косметики, из всяких косметичек. Ну, в общем-то, я сейчас всё собрала, помните, я вам показывала, да, там всё валялось, вот сейчас я где сижу, сзади меня. И сейчас собрала всё в горочку, но ничего не сортировала, просто вот перенесла сюда к шкафу, чтобы в комнате освободилось место. И, как видите, здесь можно наблюдать различные палетки, различные, даже конструктор, коробки. Большинство тут всякие пустые коробки, потому что вот эти вот бьюти-боксики, красивые от них коробочки, точнее, я храню, оставляю для себя, чтобы складывать туда опять-таки другие коробки вовнутрь. И тут всякие сумочки, пакетики. Это всё нужно мне будет рассортировать, потом привести в порядок, ну и, соответственно, уже красивенько разложить в шкафчик. Кстати, вот на шкафу тоже коробки, коробки и коробки. Вот, тут даже лежат пазлы, если кто заметил. Пазлы-пазлы, Гарри Поттер, все дела от адвент-календарей коробочки. Потом тут вот от посылок даже есть пустые коробки, которые я оставляю, чтобы отправлять посылки какие-нибудь на Авито, да, когда у меня заказывают, чтобы всегда мы были с собой в другой коробочке покупать на почте. Ну и, в принципе, как-то вот так вот. Мы подвинули, кстати, кровать. Сейчас вот она находится около окна, и мне всё нравится. Тут светло, красиво, уютненько так стало. Но появилась одна проблемка. Теперь не открывается большое окно. То есть я могу его открыть только вот так вот, на максимум. А я хотела, чтобы окошко открывалось у меня летом полностью, вовсю, да, чтобы проветривать комнату. Единственное, что я могу открыть сейчас, это форточку. Но я освобождала эту зону вот от той двухэтажной кровати для того, чтобы открывать, в принципе, окошко, да, летом. А опять эта же проблема осталась. Так что я не знаю, кровать будет стоять здесь или нет. Но пока вот меня, в принципе, её положение вполне себе устраивает. Сегодня я вас здесь ещё собрала. Не просто так, я хочу сегодня вместе с вами сделать очередную распаковку. И мы с вами откроем вот такие вот две посылочки. Сегодня Серёга сходил на почту и принёс мне мои посылки. Я, в принципе, могла их открыть на канале Пластик Фантастик, но я пока не хочу снимать на тот канал-влог. Поэтому в этом вложике давайте, наверное, распакуем. А уже обзор конкретно на куколки мы сделаем на канале Пластик Фантастик. Я знаю, что здесь находятся куклы, да, кукольная тематика. Если кому интересно, то давайте вместе с вами открывать. Как мне нравится, что здесь так светло, около окошка можно открывать и даже не ставить дополнительный свет, потому что и так всё видно. Может быть, я даже и здесь кровать вставлю из-за того, что мне тут удобно, просто удобно снимать для вас какие-то распаковочки, да. Вот. Ой, какая коробка. Смотрим. Какая же куколка у нас в этой коробочке. Так, здесь у нас Барби Лукс. Афра-девочка. Так, я её уже давно, давно стерегу. Где я заказываю куколок, не было её в наличии. Вот пришло новое поступление, да. И я выбрала себе самую красивенькую. Сейчас мы на неё посмотрим. Вот она. Она настолько тёмная, что её даже не видно. Смотрите, какая красивая афро-куколка. У меня ещё не было афро-девочек на вот таком вот шарнирном теле. И гибком. Это моя первая будет куколка. Она у неё вся такая шоколадка. И волосики у неё такие прям чёрные-чёрные. Кстати, она на высоком теле. На таком высоком, красивом. Строненькая такая. Афра-красоточка. Барби Лукс. Я выбрала пятнадцатую. Хорошо, что можно выбирать мордашку. Да, смотреть. Каждую куколку сблизи. Это Барби Лукс номер десять, кстати. Из этой серии. Из троих куколок. У меня уже есть вот такая вот под номером одиннадцать. Сейчас вот эта появилась. И двенадцатую я пока ещё не брала. По счёту неё, я думаю, конечно, хотелось бы всю коллекцию. Но как-то она не особо меня привлекает. Может быть, вживую она будет выглядеть ещё лучше. Поэтому, скорее всего, буду брать. Мне нравится у неё пышное тело. Наверное, вот даже из-за тела её закажу. Если головушка не очень понравится, то я просто сделаю гибридизацию. Да, вот на это пышное тело. Какую-нибудь головушку такую поставлю. В общем, вот такая вот коллекция Лукс. Красоток. Теперь у меня афродевочка появилась. Даже не знаю, как её показать. Тут через блистер её особо не видно. Но вот она. Такая вот красивая. И ещё, помимо куколки, у меня в пакетике здесь пришла вот такая вот раскрасочка. Давайте на неё посмотрим. Раскраска. Специально. От Бай Барби. Раскраска куколок Барби Люкс. Посмотрите, вот они. Вот они, кстати, вот эти вот три, которые здесь находятся на оплошке. Только в другом порядке. Сейчас посмотрим на них. О, здесь разные картинки. На формате А4. И мальчики есть. И вот Барби Люкс шестая. В общем, вот такие вот красивые куколки. Вот такие тут листочки гладенькие. Не просто обычные листы, как А4, а какие-то вот прям гладкие. И даже немножечко блестят. Какая-то такая необычная бумага. Вот. Это, в общем-то, была первая посылочка. А сейчас мы посмотрим вторую посылочку. Вот в такой коробочке. Открываем. И эта посылка у меня уже с Авито. Заказик. Заказала у девочки куколку. И эта куколка у нас, как вы думаете, кто? Хотите отгадать, что здесь за куколка? Даю вам подсказку. И пять секунд. Итак, подсказка. Это Алиса в Стране Чудес. И пишите, пишите скорее ваши комментарии, что здесь может быть. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, погнали открывать. Здесь находится. Пока вы еще не угадали или угадали. Что-то вот здесь, вот здесь, вот здесь. Такое, я думаю, уже видно. Пишите, пишите, пишите скорее пишите. Пишите, пишите. Так, убираю в стороночку. Разворачиваем. 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 Кто из вас съел королевский торт? Здесь находится красная королева. Вы посмотрите на нее. Какая у нее огромная голова. Она мне здесь даже чем-то напоминает шляпника. Куколка, как вы видите, без коробки. Б. У. И я так понимаю, что не витринного хранения, потому что волосы у нее сейчас находятся не в прическе. Эта куколка была настолько дешевой, что я захотела ее себе сейчас вот отхватить. Я, конечно, хочу приобрести себе новенькую в коробочке с причесочкой. Сейчас я на нее коплю. И когда только появится возможность, я возьму себе красивую эту коллекцию куколок в коробочках. Но я решила начать пока вот с этой и буду довольствоваться от этой красоты. Тем более у новенькой неохота будет распускать прическу. А здесь можно будет ее причесать. Можно будет сделать новую какую-нибудь причесоночку. И, кстати, мне кажется, что она чем-то похожа тут на шляпника. Особенно с такой прической. Как вы считаете? Куколка в платье. Я вижу, у нее сапожки. Цвет кожи у нее такой бледненький. Ну и, в общем-то, девочки, давайте мы ее более подробно посмотрим. На моем кукольном канале Пластик Фантастик. Но посмотрите, какая у нее реально огромная гроба. Камера вот эта не передает. На самом деле, кажется, что куколку куколка, да? Она прям такая крупная по сравнению с Барби, да, обычная. Прямо вот большая такая настоящая. Красная королева. Юбочка у меня тут на липучке. И волосы очень-очень густые. И тут на лбу и в виде сердечка. Лицо, кстати, хорошее. Здесь всякий черточек, без всего. Мне все нравится. Та-дам! Вот такая вот красавица появилась у меня в коллекции. А как вам? Пишите ваши комментарии. Но подробный обзор на куколку вы сможете видеть на канале Пластик Фантастик. Если напишите много комментариев по этому поводу, то видео я сниму уже в ближайшее время. Вот это кто? Значит, кто мне ответит на мой вопрос? Вот это вот кто, это вот кто? Кто мне ответит, кто скажет мне, кто мне скажет кто это? Это вот вот зюцка, вот это зюцка. Что за зюценька? А что за зюценька такая, что это за зюценька такая... Иди сюда, иди скорее Что за юзенька? Что за юзенька красотыненька? Юзенька красотыненька Вот этот звук чмоканья Вот этот звук чмоканья При чмоковании Посмотрите какой Джонни Вы посмотрите на Джонни Это Джонни Дэп Джонни Дэп Такой Джонни Дэп Дай лапу Дай лапу Джонни Джонни лапу дай Вот молодец Молодец Хороший мальчик Хороший мальчик Лапу дает Хороший мышонок Мышонок-мышонок Ты мышонок? Да, такой мышонок Ушастый Краски маленькие Бусинки Бусика такой мягкой Тепленькая Тепленькая Кстати, мы съездили уже на прививку Поставили Джоннику Первую прививочку Его еще ожидает Вторая прививка И прививка против бешенства Джерику тоже поставили Годовую Ежегодную Ежегодную прививку И теперь у нас Джерри На целый год Защищен Ой, батюшки Засыпай Вчера с Джонником Немножко ходили на улицу Прогуляться Я его таскала на ручках Он подышал свежим воздухом Джерри у нас уже бежит Без поводка Довольно бегает Альтошка бежит Впереди С поводком В общем-то всей компашкой Ходили на прогулку И представляете Джонни даже уснул На руках От свежего воздуха Затремал Такой спит Сладенько Да Я его домой заносила Спящего Вот он уже Затремкивает Затремкивает Сейчас АСМРка Походу пойдет Коп-тик 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 Ты там такой Ты там такой Маленький Батиски такой Маленький 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 Котик 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 Батюшки Все, увалился Убаюкиваюсь и кроватка Смотрите, сколько миниатюрных вкусняшек Мне детишки налепили Какая красота Иика и Сережка Вот это вот Сережкин Такое Кто это, Сереж? Это Букси Боскальстрейлера Но головой Букси Боя Смотрите, какая лапка у него С когтями такими Здесь у Голова розы капает А это, кстати, Бика Стоящую машинку Сделали из нее Сказал пирог А была машинка, да? Да А это новый трейлер Будет Букси Боя Который есть у нас На компе Маленькие бургеры И еще чего только нет Ты даже хочешь Смотреть, даже Ой, какая красота Я тут сейчас буду прибираться В общем-то, кровать Я решила, что останется здесь Пока что И хочу сейчас застелить постель Надеть чехол на матрас И вот здесь вот на комод Который находится рядом с двухэтажкой Я поставлю свою вот эту вот доску Магнитную Помните магнитную досочку? Я такую покупала С магнитиками Вот сюда вот Как раз на комоде Красивенько поставлю Песенка у нас На второй этаж Будет Придется вот здесь вот как-нибудь Вот так вот Залезать Но, в принципе, туда не каждый день лазить Поэтому вот Ну, здесь она Хотя бы мешаться не будет Не нужно будет ее снимать Каждый раз Пусть она как бы тут стоит Никому не мешает Вот комод, да И здесь у меня такая будет Небольшая зона Возможно, здесь буду Вот на этом вот фоне Снимать ролики Если поставлю здесь камеру Например, здесь сзади фон будет Комодиком Мне кажется, будет здорово А здесь вот уже спереди Напротив Вот эти вещи нужно будет убрать Я поставлю бьюти стол Кстати, мой бьюти стол Уже приехал И в следующем вложике Я вам покажу Будем вместе с вами Вместе собирать Ну и покажу вам Его упаковку Да Все дела А сегодня продолжаем уборочку Высоко сижу Далеко гляжу Альтошка Альтошка Мой пришел Альтошка Мой пришел Уже захотел Какой-то игру Похищение Лиса Похищение Лис поймал лису Альто Альто, ты застрял? Он застрял Задний кот Патюшки Патюшки Какая лисичка Какая лисичка Лисичка какая Джонни идет Серега, лови Джонника Он бежит сюда Выводи его Выводи за калитку Это написит И Альтика Выводи тоже И лисичку Забери у него А я тут наверху Сейчас буду застилать Кроватку Поставила тут Вот такие вот бортики Чтобы не шаталась кровать Смотрите Альт там ходит Альто Альтоша Альтоша Так Походу без меня Там никак Все-таки другая история Я решила повернуть комод Поставить его Вот так вот Спинкой кровати Чтобы к лесенке Был пошире проход Вот Теперь можно здесь Будет спокойно уже залезать Всем Членам семьи Все будут помещаться Я не буду намекать Кто не помещается у нас Я думаю Сами догадываетесь Вот я повернула Вот так вот комодик И теперь Вот Стоит у меня на комоде Мороз Моя шкатулочка Большая И там прыгает овечка Это я сережка Ты сережка, да? В комодике В комодике Нужно будет еще прибраться У меня здесь пока полный бардак Тоже Все раскидано Хочу тут красивенько разложить Да, кстати, доску Тоску я буду Ставить Придумала Вот сюда С этой стороны Не только хочу переместить С этого краешка Здесь сейчас у меня стоит принтер А принтер я уберу На этот стол Потом, когда сделаю Вам покажу А вот этот монитор Подвину сюда Получается И тут у меня будет доска С этой стороны Так будет удобненько Кто-то там грохнулся Походу сережка Принтер я не хочу здесь оставлять Потому что У него дисплей Видите? С той стороны Находится И мне неудобно В общем, пока вот такая вот история Я думаю, на сегодня закончим вложек В следующем видео Продолжим уже Уборочку Ну и Либо в следующем влоге Либо через влог Будет уже потом Сборка Стола Моего косметического Редактор субтитров А.Семкин